Уравнение и формулы легко. 15-летний Никита Хурсан с детства дружит с математикой. Сложные задачки щелкает как орешки. Поэтому он сегодня здесь подает документы в Аграрно-экономический колледж. Специальность – бухгалтер. Работа с бумагами, мыслить – это для меня больше всего, чем… Ну, для меня более не физическая нагрузка, а умственная. Нагрузка для меня более подходит. Сейчас в стране горячая пора для абитуриентов. Проходит приемная кампания в средне-специальные учебные заведения. Открывают свои двери и бобруйские СУЗы. Например, в Аграрно-экономическом колледже обучают по четырем специальностям. Для техника-строителя, программиста и бухгалтера понадобится только бал аттестата. Для юриста – еще и ЦТ по русскому или белорусскому. Плюс обществоведение. Прием документов продлится на бюджетную форму по 12 августа, на платную до 17-го. Приемная кампания началась вчера с 9 утра. У нас здесь установилась плотно очень такая активная очередь. Вчера приняли больше 60 комплектов документов на разные специальности, разные формы обучения. Сегодня активность продолжается. Самая большая активность наблюдается на программном обеспечении информационных технологий и на бухгалтерском учете. От слесаря до кладовщика – профессии, которые предлагает автотранспортный колледж. Приятный бонус для учащихся – возможность получить водительское удостоверение категории «Б» или «С». Отбор проходит по конкурсу среднего балла. В этом году учреждение образования принимает исключительно на бюджетную форму обучения. Подать документы можно до 12 августа. Мы вчера отработали первый день и почти 50% плана приема мы выполнили за первый день. Конечно, сегодня менее ажиотажно, но абитуриенты в течение всего дня подходят к нам. Хочу отметить, что с разных уголков страны к нам приезжают и с Мозыря, и с Калинкович, с Брестской области, с Витебской области, с Борисова. То есть регионы все у нас представлены в нашем учебном заведении. Всего в Бобруйске 9 колледжей. Каждый предоставляет качественное образование, которое станет хорошим началом карьеры. Подать документы можно до 14 августа тем, кто хочет поступить на бюджет. На платную форму обучения – по 9 августа. Всю подробную информацию о зачислении можно найти на сайтах учреждений образования.